Все-таки запишу этот маленький видос про сброс центра в скайбоксе и про блокировку рук. Зачем нужна блокировка рук? Когда ты смотришь фильм и гладишь кота, например, одновременно, у тебя по экрану бегает курсор. Это может мешать. Понятно, что если руки убрать вообще куда-то, то их не видно будет. Сейчас я уберу менюшку. Но если ты ими перед собой машешь, то понятно, что она будет делать то, что она делает, потому что руки дрочатся у тебя в любом случае. Такова технология на данный момент. Вот я сейчас жеста не вызывал, но он меню вызвал. Это может раздражать, само собой. Чтобы этого не происходило, делается очень простая вещь. Вызывается меню Oculus. Все. Опять же, оно мешает, но есть еще одна вещь. Простой клик, его убирает. И теперь у нас есть время и батарейка. Рути, да, они тречатся, но мы можем спокойно гладить кота. И при этом по экрану ничего не бегает. Понятно, я фильм сейчас запускать не стал, чтобы за музыку меня завтрасти и права не дрючили. Понятно, что фильму там время идет. Вот. А насчет центровки, собственно, у меня я в статьях уже дописал. Это делается вот здесь. Можно развернуться там или, допустим, вообще встать с кресла, развернуться в другую сторону и бамс. Вот мы сбросили. Аналогично, далековато он что-то. Сделаем поближе. Вот. Все, я сейчас встаю. Дальше, если мне надо сесть на кресло, условно говоря, я опять же вызываю эту менюшку. Сейчас она убрана. Да, я ее вызвал жестом. И, условно говоря, садясь в кресло, прежде чем сесть, сбрасываю. Опять же, вот теперь я прям сел полностью и... И... Ну-ка, еще разок. Надо, мы его поняли. Я, конечно, хорошо. Надеюсь, что они добавят скайбокс сами. Центровку еще. Ну, даже если не добавят, она у нас есть. Вот такая. Вот так вот она работает. Все, теперь, кажется, точно с этим закончили. Потому что я сидел, смотрел фильм и понимал, что вот кто-то же будет смотреть, и его будет бесить вот эта же хрень, как и меня. Все.